Озеро Малый Талдеколь снова оказалось в центре внимания. Прошедшим летом жители столицы уже беспокоило состояние водоема. На этот раз споры разгорелись из-за сообщения о найденных в водоеме следах холеры и других опасных заболеваний. Сообщают, что результаты анализа воды СЭС якобы есть в открытом доступе. Так ли это выяснял Марк Блюшко? Шокирующая находка в озере Малый Талдеколь. Следы холеры и других опасных заболеваний. Об этом, по крайней мере, сообщается в одной из публикаций на сайте газеты Литер. Автор, в свою очередь, ссылается на руководителя столичного центра урбанистики Елнара Базыкена. По его словам, водоем образовался из сталых вод несколько десятков лет назад. А Большой Талдеколь и вовсе представляет из себя центральный коллектор, куда сливались нечистоты города. Он образовался, когда все нечистоты стекались в центральный коллектор и потом перерабатывали твердые отходы. От жидкого сортировали, жидкое добавляли микробы и выпускали все это в Большой Талдеколь. Все мы знаем, раньше от него был сильный запах. Вот такой водоем, сказал руководитель центра урбанистики. Правда, в интервью нашему телеканалу руководитель центра урбанистики сообщил, что информация про следы холеры вырвана из контекста. Но качество воды в озере действительно оставляет желать лучшего. Провели СЭС-исследование. Вода очень загрязненная. В ней преобладает большой концентрат различных бактерий, нефтепродуктов, тяжелых металлов и других видов бактерий. В СЭС заявили, последние пробы вод малого Талдеколя брали почти месяц назад. В них действительно зафиксировали превышение железа, хлоридов, сульфатов и аммиака. Что касается исследований на микробиологические, паразитологические, вирусологические показатели, исследования все эти проведены, но они показали, что все эти не превышают. То есть в нормативных требованиях не превышают. И, соответственно, исследования воды на холеру и холерного вибриона тоже у нас не обнаружено. Вот и жители близлежащих домов отреагировали на заявление об опасности моментально. Люди считают, что информация – не что иное, как повод высушить озеро. А на его месте построить дома. Я с ребенком выхожу, и тут лебеди. Они с семьями маленькими. Тут утки. Тут также бывают различные краснокнижные птицы, перелетные. Тут их куча. Чайки летают. И я вот с ребенком хожу, и мы гуляем вдоль берега, наслаждаемся. Вот так вот вечером окошко откроешь, и прям такой запах воды. Здесь постоянно ловят рыбу люди. Здесь очень много карасей. Я сам рыбак. То есть мы периодически выходим, и здесь там ловили рыбу. То есть кушали, и живы, и здоровы, как бы, да. И это подтвердят соседи. Люди отказываются верить официально подтвержденным фактам о загрязнении озера. Чтобы убедиться в своей правоте, они даже готовы провести независимую экспертизу. За свой счет. Марк Брюшко, Нурыс Базаров, Хабар, 24.